Ивановские мозаики попали на открытки. Художественная галерея под открытым небом именно так можно назвать Иваново благодаря советским монументальным панно. Мозаики, рельефы, чеканки украшают фасады домов, фабрик, гостиниц и многих других зданий. В их создании участвовали как неизвестные художники, так и выдающиеся мастера. Например, Константин Фролов, Марк Малютин и Евгений Грибов. Идея создать такие открытки не новая. Более года она пролежала на дальней полочке. Сдуть с нее пыль решила Елизавета, которая недавно стала координатором Ивановского культурного патруля. Открытки – первый шаг к созданию собственной сувенирной продукции из Иваново. Начали с того, что запечатлели мозаику. В нашем городе есть проблема. Многие из них ветшают, многие теряются, многие пропадают. И поэтому мы решили привлечь внимание к ним таким образом. Также была история, что мозаику на почте революции владыку мира труд хотели закрыть торговыми рядами. И, соответственно, одна из наших открыток – это владыка мира труд. В серии 10 открыток выбрали наиболее интересные, в то же время не примелькавшиеся работы. Среди них из графита на 82-м доме на улице Куконковых, посвященные дружбе с узбекским народом. Найти открытки можно в музейно-выставочном центре, художественном и музее имени Бурылина. В планах расширить географию их распространения и продолжить выпуск. Музей Бурылина, они очень быстро разошлись. Многие берут их себе в частную коллекцию, потому что открытка – это хороший способ что-то небольшое заколлекционировать. Также их берут в подарок, их берут как сувенир и также по прямому назначению их отправляют по почте своим друзьям, родственникам, знакомым, коллегам. Открытки улетели в Москву, Санкт-Петербург и Тверь. На обороте авторы разместили информацию о панно – название, расположение, дату создания и имя автора. Мозаика образования на фасаде бывшего института совершенствования учителей появилась не раньше 1974 года. Ее автор – народный художник России Евгений Грибов. Он же вместе с Марком Малютин участвовал в создании масштабных панно на вокзальной площади. Яна Ведерникова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова